Я рассказал тут сегодня на влоге о том, что как в каждом виде деятельности в сетевом бизнесе нас подстерегает множество всяких разных сложностей, опасностей. И опытные люди, благоразумные, идут и от проблем своевременно укрываются. А неопытные идут и наказываются, сами собой наказываются из-за своей неопытности, набивают шишки. Но истина и правда вся, и радость, и счастье состоит в том, что здесь, в отличие от других видов деятельности, человек может обрести свободу. Freedom. Свободу. Свободу. Он может обрести свободу. Он может построить бизнес, который будет приносить ему растущий доход, при том, что он сам может не работать уже. Он может построить бизнес из людей, которые изменили свою жизнь благодаря вам, нам, каждому из нас. И множество свидетельств, историй, замечательных примеров, когда человек был в полнейшем дерьме, когда он жрал сухари в пыли. Когда уже больше дороги назад никакой не было, оглядываться некуда было, и единственная возможность у него оставалась в севой маркетинг. И благодаря усилиям, благодаря самоотверженному труду, героическим действиям, упертости, упорству, настойчивости, способности стоять на своем до конца, привели к тому, что эти люди обрели колоссальные результаты, получили. Колоссальные успехи. Они прорвались в жизни. Мультимиллионеры. Ниже я сейчас приведу список людей, которые зарабатывают в минуту, в минуту столько денег, сколько нам не снилось в месяц. И все это в сетевом бизнесе. Многие люди просто стали счастливыми благодаря этому. Исправили свое здоровье. Помогли огромному количеству людей просто выкарабкаться из могилы. Благодаря нашим продуктам. Благодаря нашей индустрии. Ничего, я свято верю, ничего нет более ценного для обыкновенного человека, как бизнес в индустрии МЛМ. Потому что это для каждого из нас доступно любому. Придется проявить характер, придется проявить настойчивость, придется проявить упертость, стоять на своем до победы. Придется поошибаться, придется набить опыт, но зато этот опыт бесценен. Я могу рассказывать тысячи, тысячи историй, когда человек, у него ничего не было, кроме вот этого продукта, который он купил. Есть было нечего. В чужой стране, вдвоем с женой, в маленькой машине, набитой битком продуктами для здоровья, ни единой копейки денег, ни языка, ни поддержки, ни знакомств, ничего. Я могу питаться только вот этими таблетками, баночками, коктейлями. И люди поднялись и стали миллионерами. Без рук, без ног, без поддержки, оплеванные, освистанные самыми близкими людьми, люди пробивались, терялись, строили организации колоссальные, теряли их. Все разваливалось, рассыпалось, начинали заново и поднимались. Попадали в эмиграцию, работали в таких условиях, что просто страшно подумать. Муж не только запрещал, бил, говорит, он бил меня головой об стену. И когда он уезжал в командировку, я выходила на улицу, собирала мокрые бумажки, агитационные во время предвыборной кампании. Наоборот, писала объявления фломастером, расклеивала, отвечала на звонки, продавала продукт и таким образом стартовала в бизнесе. И потом, когда начала зарабатывать денег, послала нафиг своего мужа, а сейчас, говорит, я зарабатываю 500 долларов в час. Это сильные люди, они сразу не стали сильными. С двумя детьми, брошенная жена, беременная на последнем месяце, единственная возможность зарабатывать деньги, ни образования, ни связи, ни поддержки, единственная возможность, работать дома, на телефоне. И такая возможность нашлась, сетевой маркетинг, продавать игрушки, какие-то там, Джейн Руэд. Да сколько я могу привести историй, и все эти истории носят, образно говоря, кровавый оттенок. Было трудно. Кровавый с точки зрения, что было нелегко. Ни одному, кто добился успеха, легко не будет. Поэтому, когда я рассказывал вам сегодня о том, что вот кому-то везет, кому-то не везет, везет из нас каждому. У каждого из нас своя судьба, своя дорога, свой собственный опыт, свои собственные спонсоры, свои ошибки, свои удачи и горести. И тот, кто применит этот опыт, тот, кто будет обдумывать его, вычленять оттуда полезное, забывать плохое и двигаться дальше, не повторяя ошибок, тот, кто будет советоваться, тот, кто будет просить помощи, тот, кто будет двигаться вперед, разбогатеет. Разбогатеет. Разбогатеет страшно. Рано или поздно. Обязательно. Это невозможно. Это невозможно. Не разбогатеют только те, кто остановится. Только те, кто бросит, кто опустит руки и скажет, ну, это не мое. Вот эта фраза, это не мое, это я бы сразу бил бы по башке, чем мокрым и мягким. Чтобы человек опомнился. Не не твое, а твое. Прояви настойчивость. Прояви упорство. Захоти, черт побери. Вспомни, ради чего все это. Наслаждаться свободой, покоем, миром в душе, зная, что твой чек каждую секунду прибавляется. Благодаря тому, что люди, которым ты помог в свое время, развиваются и становятся счастливыми. Благодаря тебе, благодаря тебе, благодаря тебе. Ради этого стоит работать. Стоит работать ради того, чтобы твои дети посмотрели на тебя с гордостью, сказали, папа или мама, вот ты даешь. Никогда не думал, что ты на это способен. Действуем, не останавливаемся. Действуем, действуем, действуем. Все, что сделано, все осталось. Я тысячу раз сделал для себя опыт, что возьми, прямо сейчас что-нибудь сделай, и именно это останется. Пусть неправильно, пусть неудачно, пусть криво, косо, коряво, не совсем выверенно, но я вам говорю, останется только то, что сделано. Если все время смотреть вот это видео, даже самое супер-супер-пупер-дупер-видение от миллиардеров, о том, как они разбогатели, смотреть самые, читать самые лучшие книжки, смотреть самые лучшие тренинги, служить, записывать, читать, бесконечно учиться, все это здорово, но это никаким образом в конечном итоге не приведет тебя к успеху, если ты не встанешь, не отдерешь свою задницу от стула, не начнешь звонить, разговаривать, общаться, говорить, совершать действия. Желаю вам удачи.